Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы получили несколько отчетов, о которых я говорил еще вчера. Это в основном статистика, которая будет приурочена к британской валюте и к тому, что это данные, которые помогут нам определиться с вероятными изменениями процентных ставок уже по итогам майского заседания. И изначально мы ориентировались на фонт с точки зрения только лишь покупок, потому что вы видели достаточно позитива, на котором можно было расти. Это и наша подготовка с вами, полномерная, последовательная к этому изменению процентных ставок. Это внимательное отслеживание новостного фона, который был связан с переговорами по Брекзиту. И вот, собственно, как вы наверняка уже знаете, достигнутый прогресс по двухлетнему переходному периоду. И это только лишь начало, потому что мы использовали этот фундамент как доказательство того, что Европейский Союз, что Англия осознали необходимость договариваться, находить общий язык, общий знаменатель, компромисс. И в конце концов осознали те риски, которые могут возникнуть что для Европейского Союза, что и для Англии, если этот бракоразводный процесс состоится на тех, скажем, условиях, которые будут крайне выгодны ни первым, ни вторым. Мы рассчитываем, что этот прогресс будет продолжен. Следующий этап переговоров, он, правда, состоится довольно нескоро, но мы наверняка можем сейчас уже сказать, что на рынке будут комментарии, которые посвящены этой теме. И эти комментарии будем ожидать только в позитивном ключе, способные оказать еще большую поддержку в бритацию. Также на этой неделе у нас еще и канадский доллар, мы продолжим следить за ним, потому что ждем решения поставки, ждем данные по инфляции, ждем статистику по роничным продажам. Нам нужно четко понять, с какой позиции и работает сейчас канадский регулятор, какого мнения он придерживается. Потому что канадец забрался сейчас довольно высоко против доллара, поспособствует то, что происходит на рынке нефти. Но новостной фон, именно исключительно канадский, он настолько мощный, друзья, на этой неделе, что легко может стать причиной, скажем, потерь для канадцев пунктов там на 200, на 300, почему бы и нет. Но есть еще альтернативный сценарий, то, что этот новостной фон сможет оказать еще большую поддержку канадцу. Я, правда, в него не особо верю, потому что я склоняюсь к позиции того, что риторика Банка Канады будет предполагать, может быть, и наличие условий, но еще не подходящее сейчас время для того, чтобы процентные ставки изменять, особенно на фоне роста торговой неопределенности. Я на это делаю очень большую ставку, потому что сейчас, безусловно, лучше выиграть время и какое-то время пожить теми инструментами, которые приносят свои плоды. Ну, по крайней мере, для канадского регулятора это сейчас ставки уж точно не выше текущих значений. Ну, а теперь давайте вернемся к привычным инструментам, на которые мы традиционно делаем большую ставку. Это нефтянка, которая закрыла прошлую торговую сессию на уровне 71,54, сейчас цены чуть повыше 71,60, а6. В целом, подводя итоги вчерашнего дня, можно сказать, увидели развитие нисходящей динамики, а значит, трейдеры не подхватили ранее прошлой недели и не стали снова, собственно, тащить котировки выше и выше к прежнему максимуму, которые были зафиксированы. И это даже несмотря на то, что мы в понедельник работали уже с возможностью отыгрывать новостной фон, касающийся проявления военной такой инициативы, агрессии США в Сирии, ракетный удар, о котором предупреждалось. Но мы, так же, как и все, не ждали, что он произойдет так быстро. И напомню то, что, конечно же, гипотетически этот сценарий мог бы быть использован как очень мощный фактор поддержки для нефтянки, потому что проявление военной агрессии – это обострение ситуации на Ближнем Востоке. И тут, опять же, подключается логика. Если фигурирует Ближний Восток, если речь идет о росте геополитической напряженности, это проблемы с потенциальной добычей, с потенциальными поставками. И тогда, когда мы уже с вами не раз говорили, что сделка экономического пакта привела к сокращению мировых запасов, и фактически, может быть, обеспечила формирование на рынке глобального баланса спроса и предложений, сейчас проблемы с, собственно, поставками – это то, что может вернуть мировую экономику в состоянии даже дефицитности приложений. Но это тоже лишь гипотетически, друзья. Я думаю, что мировые запасы, они так и останутся на очень высоких значениях. Но трейдеры отыгрывают конфликты ближневосточные только с точки зрения роста котировок нефти. Но в понедельник это ралли не было продолжено. Возможно, я допускаю, что всему виной, что ракетный удар был нанесен побегом очень сомнительной стратегической важности, которая никак не связана и находится в очень большой отдаленности от присутствия российского военного контингента. Собственно, Россия не поддалась на эти провокации, хотя, может быть, это и не было провокацией. Но в любом случае, какого-то ответа не последовало. И вместо того, чтобы наблюдать за эскалацией напряженностью, мы все-таки сейчас уже работаем с тем, что опасения того, что вот это кризисное явление вокруг Сирии будет израстаться, эти опасения уже оснизились. Поэтому нефть лишилась основного драйвера роста. И хорошо, надеемся, что США снова не выкинут какой-нибудь номер. Надеемся на то, что США более не будут проявлять подобные активности. Я хочу сослаться, опять же, на один из последних отмитов Трампа. Может быть, даже вы его уже видели. То, что миссия выполнена. И, возможно, этот комментарий является следствием того, что этот ракетный удар был разовой демонстрацией силы решительности. И, как еще многие говорят, маразмы и шизофрении США. Но, можно и так сказать, это, может быть, несколько критично. Но что-то в этом есть в любом случае. В качестве дополнительных факторов давления на цены хочу отметить еще прогноз Международного энергетического агентства, который подчеркнул, что мировые запасы сокращаются. И при сохранении приверженности представителей ОПЕК+, то есть отрожества стран, которые подключились к аналитическому пакту и взяли на себя обязательства по снижению добычи, мировые запасы будут возвращены к среднему уровню за последние пять лет. Казалось бы, позитивный момент, но в то же время давайте подумаем, что будет дальше. Если аналитический пакт выполнит задачу и цель, которая ему была предназначена, то есть мировой запасы вернутся к среднему значению за последние пять лет, то уже не будет какой-либо необходимости в этой сделке. А значит, соглашение может быть расторгнуто раньше. И сами прекрасно понимаете, что произойдет с рынком нефти, когда помимо высоких показателей нефтедобычи вне ОПЕК, еще и на глобальный рынок вынет предложение из регионов, которые пока не могут задействовать все производственные мощности, поскольку скованы этими обязательствами. Это вторая причина, почему котировки нефти снижаются. И третий фактор, он связан опять же со статистикой из США, точнее с прогнозом от администрации аналитической информации, то что в будущем месяце, в мае, производство нефти будет расти. Прогноз плюс 125 тысяч до 7 миллионов, это только на сланцевое производство. Этот прогноз еще раз доказывает, что штаты продолжают ориентироваться на планку в 11 миллионов барлей в сутки по добыче, эта планка будет достигнута. И анализируя показатели Бэйгерфьюз по количеству нефтяных терминалов, в прошлой неделе, как вы знаете, стало еще такой одной дистанцией в 5 полноценных торговых дней, когда количество терминалов увеличилось. Сейчас их совокупное число составляет уже 815, значит рост активности продурится. И завтра уже, когда мы будем анализировать с вами новые данные от администрации аналитической информации, мы зафиксируем вместе с прочими статистиками новый максимум по добыче. В связи с этим я делаю вывод о том, что если мы все же сможем избежать появления на рынке новостных рисков, которые вернут на него идею роста напряженности и конфликтности ситуации в Сирии, тогда цены на них будут снижаться. И я предлагаю вам подключиться к коротким позициям после пробоя поддержки 71 доллар за баррель. Это котировки справедливые для бренда. Рубль 61.32 вчера на открытие, на угрозах того, что США расширят пакет финансо-экономических санкций против России, российская валюта просела. Но когда Трамп сделал снова в твите комментарии о том, что комментарии-обвинения Китая и России, то, что они манипулируют курсом, немножечко рубль смог ослабить давление на себя и упрощить свои позиции. Сейчас мы говорим об отметке 61.32, но также я хочу напомнить вам о том, что у нас есть еще мощный катализатор для будущей слабости нефти. Этот катализатор, скорее всего, только постепенно набирает свою силу о снижении стоимости нефти. Поэтому я рекомендовал вам уже смириться с новой реальностью для курса российской валюты. Это выше 60, но где это значение стабилизируется, я думаю, уж точно не ниже 65. Поэтому, как раньше мы с вами ориентировались на показатели в 60, я думаю, с такой же уверенностью мы сейчас можем ставить на уровень 65. Донор японской гены. Продолжаем обучать важную, значимую статистику, которую мы анализируем довольно глубоко, поскольку стараемся найти в каждом релизе какой-то намек, либо дополнительный повод, может быть, еще один аргумент для представителей ФРС, для всего американского регулятора, потому что нужно быть и далее, исключительно приверженным политике более высоких процентных ставок. Роничные продажи в прошлом месяце у нас выросли на 0,6%, но не у нас, конечно же, в рамках американской экономики, с прошлого спада на минус на 0,1%. Негативный тренд сломлен. Роничные продажи полностью отражают обстановку и ситуацию с улучшением на рынке труда, раз растут заработные платы, раз снижается безработица, конечно же, есть больше свободных ресурсов у домохозяйств, которые направляются на потребление. И в этот раз роничные продажи получили хороший импульс на спросе, на товары длительного пользования, к которым относятся и автомобили. Еще один сильный отчет, еще один сигнал того, что доллар и японскую иену можно покупать в расчете на рост американца. Снова хочу отметить, друзья, то, что пока что снизу градуса напряженности вокруг Сирии, и остается пока два событийных риска новостных. Это первая из них – возможность США расширить пакет товаров, в которых будут действовать импортные пошлины. Это все старая история торгового противостояния США и Китая. Эта неделя на фокусе внимания, потому что мы не знаем, когда это решение будет принято, либо будет ли вообще принято. Но где-то, я помню, были комментарии, опять же, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что это решение может быть озвучено до, собственно, предстоящей пятницы. И еще один событийный риск, он более близкий к нам в плане хронологии, и, опять же, событий – это сегодняшняя встреча Трампа и Синза Абе, которая будет, в частности, посвящена и торгово-партнерским связям. Я напомню, что интерес к этой встрече еще обусловлен тем, что Японию, которую представляет Синза Абе, не исключило казначейство из тех регионов, которые относятся к категории и находятся в списке потенциальных манипуляторов, возможных манипуляторов курса. И если, собственно, Трамп снова сделает такое критическое замечание в адресе японского центрального банка, возможно, мы будем наблюдать, скажем, нечто подобное, что мы видели вчера с рублем, то есть когда национальная валюта стала крепчать. Ну, я все же поставлю этот с собой риск совсем уж на второй или даже третий план. Для общего интереса будет, безусловно, не лишним подглядать за тем, что будет обсуждаться. Но при всем уважении к этой встрече, каких-либо серьезных движений для рынка я в связи с этим не вижу. В качестве еще одного катализатора роста для пары доллара и японской иены хочу отметить текущий спред, который мы наблюдаем между облигацией, даже если взять двухлетки, японским и американским, он превышает 250 пунктов. В последний раз такое было около 10 лет назад, тогда японская валюта очень сильно просела. Что касается 10-летних бумаг, здесь спред еще больше, около 280 пунктов. И будем ждать лишь, когда вот эта разница в доходности облигаций приведет к экологичному ослаблению иены и подстегнет еще больше роста доллара. Сохраняя длинные позиции, друзья, я рекомендую, собственно, для тех, кто еще не торгует этой валютной парой, покупать доллар против иены с отметки 107.20, ориентироваться уже на совсем долгосрочную цель в районе 110. Фунт против доллара. Ждем в 11.30 сегодня данные по заработным платам. Ждем, что прогноз оправдается, зарплаты вырастут. И это станет еще и агументом и стимулом для британского регулятора, чтобы повышать процентный став. Фунт уже растет. Мы очень быстро приближаемся к нашей с вами цели 1.45. Котировки на текущий момент 1.43.35. Новые сделки по фунту рекомендовать не буду, потому что, скажем, хорошие уровни, привлекательные, перспективные, уже пройдены, а попытка снять, скажем, сливки с остаточного потенциала роста, но это сопряжено с большими рисками. Я не хочу, чтобы на вот этом пике вы откатились вместе с фунтом, если на рынке будут созданы устоя для такой динамики. То есть эта сделка больше актуальна уже для тех, кто воспользуется моей прошлой рекомендацией и сейчас находится в длинных позициях и ждет 1.45. Но если вы хотите рискнуть, я думаю, что шансы выжать еще чуть больше фигуры есть из этой валютной пары. Евро против доллара. Европейская валюта также вчера выросла, потому что доллар немного просел. Евро оказалось на многонедельных максимумах практически 1.24. Можно даже тестировать сейчас и более высокие ценовые значения. И очень важно, что этот курс мы сейчас наблюдаем буквально за несколько часов перед тем, как выйдут данные по бизнес-оптимизму. В Германии мы анализировали с вами показатели торгового баланса и показатели промпроизводства. До этого у нас был отчет по оценке экономических условий тоже бизнес-оптимизма, а ты по изъем. Но статистика явно не радужная, потому что текущий курс, он заботит очень многих, и текущий курс, он создает проблемы для промышленного сектора. Я думаю, что вы все понимаете, каким образом высокий курс обмена национальной валюты сказывается на конкурентоспособности национальных производителей. И в данном случае я считаю, что текущий курс – это предлог для того, чтобы мы сегодня увидели слабые цифры по ЗЮ. И еще один сигнал для тех, кто спекулирует европейской валютой, что нужно присматриваться уже к продажам. Собственно, также вчера еще выступал господин Пратт, который является главным экономистом Европейского центрального банка. В очередной раз его риторика неизменна. То, что значительный объем стимулирования по-прежнему необходим. Доллар канадец. Думаю, что довольно интересная сделка может получиться, если откупить эту валютную пару после прохода отметки 1.26. Сейчас мы торгуемся чуть ниже. В целом доллар канадец привлекательный. Почему? Потому что мы ждем данные по инфляции, мы ждем ставку, ждем, что риторика банка Канады будет точно такой же, как и в прошлый раз, когда, собственно, господин Полос, который возглавляет данный регулятор, еще раз сделал акцент на то, что ставки меняться какое-то время не будут. Но под каким-то временем у нас еще пару кварталов до конца этого года. Очень высокие сейчас риски с неопределенностью относительно переговоров по нафто. Я хочу, чтобы вы о них не забывали. Поэтому даже если, скажем, на рынке произойдет еще больше укреплений сейчас канадца, оно может быть связано, на мой взгляд, только с тем, что если котировки нефти пойдут выше. Мы с вами пока что работаем с тем, что нефти не начнем расти дальше, поскольку опасения вокруг Сирии уже не такие актуальны. Делаем ставку на коррекцию и, соответственно, делаем ставку на ослабление канадца. Сразу хочу отметить, друзья, что если бы то ралли, которое произошло на нефть, не состоялось, пара доллар-канадец так и держалась бы выше отметки 1.30. Австралийцы против доллара сегодня на азиатской сессии тоже отличился. Коррекция, правда, сейчас идет небольшой откат. Установители котировки 0.7764. Я снова призываю вас к тому, что австралийцы нужно продавать, потому что новостной фонд не подполагает вообще торговлю через другое направление, поскольку сегодня вышли данные по Китаю. Это промышленное производство, которое очень сильно просело до 6% с 7,2%. Это ВВП, которое не дотянуло даже до прогноза, который тоже был скромным, вместо 1,5% 1,4%. И сегодня же утром вышли протоколы заседания Резервного банка Австралии, где, как под копирку, снова были подтвердены прежние тезисы, то, что высокие обмены курса, под высоким обменным курсом мы подразумеваем значение в диапазоне 0.78-0.80, то, что тормозит экономический рост и сдерживает инфляцию. Также Резервный банк Австралий подтвердил то, что инфляция будет довольно сдержанной, одним из рисков по-прежнему значимых остается закритованность домохозяйств. И из-за этой проблемы очень трудно прогнозировать активность потребителей. Поэтому ставки будут неизменными, уклон и, скажем, акцент на меткую политику также сохранится. И в связи с этим, я думаю, что можно сохранять и короткие позиции. Друзья, ждем сегодня в 11.30 данные по заработным платам Англии. Ждем, что эта статистика поддержит фунт и британская валюта летит выше отметки 1.44. Далее в 12.00 ЗИЮ статистика по бизнес-оптимизму потенциальный негатив для евро. И надеюсь, что реакция будет сопоставить. И в 16.15 промышленное производство в Штатах. Еще один отсчет, который вряд ли должен разочаровать. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся завтра на очередном брифинге в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.